Моему мнению, главный исторический момент, выбранный для проведения конференции, посвященный, что ожидает завтра Ближний Восток, Временном совпадает с периодом, когда в Сирии основной проблемой, которая являлась антитеррористической борьбы, именно в этот момент, когда налаживается там мирный процесс урегулирования, то есть проведение конференции, приглашение гостей, экспертов, дипломатов и военных, которые причастны к событиям в регионе, и изучение их мнения, дискуссии с ними, получение их каких-то выводов, ознакомления, это очень позитивный шаг. Валдайский клуб в очередной раз сделал мероприятие, которое во временном плане оно совпало со следующим этапом. Следующий этап – это мирный процесс на Ближнем Востоке. Здесь еще надо отметить вопрос участия представителей, которые в основном затрагивали отношения Соединенных Штатов с Россией, потому что после президентских выборов была какая-то пауза, какая-то неопределенность. Сейчас она продолжается, и эксперты обсуждали, что же ожидать Ближнему Востоку с изменениями, произошедшими в администрации Соединенных Штатов, которые, конечно же, рассматривают возможность налаживания отношений, партнерских отношений с Россией, которые, в свою очередь, являются основным участником антитеррористической операции на Ближнем Востоке вместе с Ираном и с Турцией. То есть, если взглянуть через призму мероприятий состоявшихся, это встреча в Казахстане, в Астане, встреча Турции, России и Ирана, посвященная мирному процессу Сирии. Если посмотреть через призму встречи в Баку начальников генштагов Соединенных Штатов Америки и России, бакинской встречи, в Минусской конференции и встреча в Москве, встреча экспертов, дискуссии. Это череда тех, так сказать, научных, геополитических и обмен мнений, которые должны дать дорогу для дальнейшего улучшения ситуации на Ближнем Востоке, чтобы завтрашний день Ближнего Востока был лучше. И, естественно, участие в этом процессе представителей Азербайджана, это очень важно для нас, потому что первое мы представляем страну, которая находится на перекрестке всех дорог, которые проходят с севера на юг, с востока на запад. Мы страна, занимающаяся проблемами культмультрализма, культмультрализм это наш в прошлом году, это год культмультрализма был объявлен в Азербайджане. И очаг, большой очаг стабильности, крепкой стабильности, которая дает нам возможность участвовать, делать выводы. И, конечно же, в Баку это мы будем обсуждать с нашими экспертами, мы будем обсуждать с заинтересованными сторонами. Так что я считаю, что успешная конференция, Валдайский клуб сделал очередной шаг в сторону создания более мирной обстановки на Ближнем Востоке.